Анастасия, Ильяна, Цезарь. Добрый день. Реагирует, кстати. Я так знаю, что вы недавно совершили воеждж в Турцию. Всё верно. Произошло землетрясение на территории Турции. И пришёл запрос от тренера о том, что мы можем поехать туда и оказать содействие при поиске живых людей. А вы в Спас-резерве, да? Да, в Спас-резерве, аттестованные спасатели и я, и собака по международному стандарту, что даёт возможность выезжать на международное ЧАЭС и является подтверждением квалификации как собаки, так и кинолога. После того, как тренер сообщил о том, что она намерена выдвигаться туда с другими волонтёрами-спасателями из других стран, и мы можем к ним присоединиться, конечно, мы рванули непосредственно на место событий с тем, чтобы оказать содействие максимальное, поскольку мы много времени посвящаем тренировкам и выезжаем здесь на поиски людей. А при таком масштабе мы понимали, что чем больше будет спасателей, тем больше будет шанс найти и извлечь пострадавших живыми. После того, как мы прибыли на место, у нас было около 20-30 минут просто разместить свои вещи, поскольку мы были полностью автономны с рюкзаками на самообеспечение, как положено по международному протоколу в случае таких событий. И сразу отправились на работу. У нас была команда из трёх кинологов-спасателей. Двое были из России и один был из Голландии. Мы объединились и присоединились к местному волонтёрскому поисковому отряду «Акут», который показал себя очень профессионально, и с ним было очень приятно работать. А вот, допустим, как Цезарь с коллегой из Нидерландов общался? Собаки, да, они общаются на языке тела, поэтому прекрасно, нормально общались. У нас все собаки перемещались. Не бывает между животными, кстати, конфликтов? Бывают, конечно, но, как правило, все собаки-спасатели, они достаточно коммуникативные и имеют понимание о нормах поведения в своём обществе, в отличие от других собак, у которых, скажем так, низкое социальное поведение. Не зря вы время потратили, усилия? То есть удалось вам кого-то найти? Время мы, безусловно, потратили не зря, поскольку за вот эти три дня было обследовано более 30 объектов. Это большая загруженность, и для собак и для людей спали мы по 3-4 часа, то есть все работали на драйве и желание успеть. А он в Турции нашёл людей? В общей сложности было 7 обнаружений по именно признаку живых людей. В последующем были деблокированы 4 человека, пока мы находились в Турции. Мы достоверно знаем, что они были живые, и мы успели. Лена, это единственное животное у вас в отряде? У нас около 12 собачек. 12 собак? Ого! А сколько у вас в отряде вообще спасателей? В спасрезерве 300 человек списочного состава. 300? И активно работают на территории Москвы, на благо города, 120-150 человек в течение года. И разные направления. Кинологическое направление у нас не самое большое. Оно очень индивидуальное. По большей части работает при взаимодействии с Лизой Алерт. Основной труд приходится на поиски пропавших в лесах. Но все наши кинологи, аттестованные спасатели, более того, большинство из них пришли к нам в отряд для того, чтобы получить аттестацию спасатель человеческую. Для того, чтобы соответствовать квалификации своей собаки. Потому что даже выучив собаку, аттестовав собаку, не может кинологический расчет работать в зоне ЧАЭС, если не аттестован кинолог. Поэтому здесь двойная ответственность и высокая квалификация как собачки, так и ее проводника. А у вас, наверное, какие-то есть нормативы? Животное ведь при достижении определенного возраста на пенсию отправляется. Нет? Это лучше Настя расскажет. Действительно, существует усредненный показатель, что в 9 лет собака считается уже ветераном. И дальше уже кинолог самостоятельно определяет, в зависимости от физического здоровья животного, может ли она продолжать работу, либо это делает в щадящем режиме. А Цезарю сколько? Цезарю в этом году уже 8 будет. То есть он приближается к пенсионному возрасту? Ну, он как Карлсон, вечно молод в душе. Он любит это, делает. И вот полное обследование тоже прошли с ним буквально в этом году. У него хорошая физическая форма. Можете продемонстрировать его форму? Как найти пострадавшего? Как найти пострадавшего? Мы вам покажем, как это выглядит. Сань, иди сюда. Сядь. Жди. Я покажу, как в ситуации, когда человек, в данном случае я буду сама на себя показывать, но по факту человек может находиться в завале, либо в какой-то нише. И собака обозначает именно вне зависимости, видимый человек, невидимый человек, любого сидящего, либо лежащего, как условно пострадавшего, либо реального пострадавшего, облаиванием. То есть его задача проинформировать кинолога. О, я нашел, беги сюда. Вот здесь тот человек, которого мы ищем. Работай. Молодец. Я все понял. Таким образом, да, на большой дистанции, например, в лесу, когда вне зоны видимости находится пострадавший, кинологу легко сориентироваться, не видя собаку, куда ему двигаться. Да, также и в техногенном завале он показывает локально, где находится человек, а дальше кинолог расшифровывает для остальных спасателей, что это означает, откуда может, откуда выходит запах и, соответственно, где может располагаться продавший. А еще какие-нибудь есть такие вот команды ожидания, допустим? Да, ему можно предложить что-то подержать, например. Предложите. Пойди сюда. Сядь. Держи. Жди. То есть его задача, вне зависимости от того, да, куда-то я отошла, у меня какие-то дела, сохранить, не съесть все вкусное, а продолжить. Сразу глаза такие грустные. Ожидать. И потом обязательно, конечно, за это он получит свое вознаграждение. Поэтому это на больше коммуникации и партнерстве построенное. Чисто. Вы профессиональный кинолог? У меня есть другая профессия, основная. Вы не хотите про нее говорить? Нет, я юрист по основной профессии, а кинологом стало с появлением уже собаки и, соответственно, под руководством опытного тренера. А в отряд вы как попали? Стремление за повышением квалификации именно как спасателя. Тоже очень были большие рекомендации на данный отряд. Субтитры создавал DimaTorzok.